Здравствуйте! В эфире программа в центре событий в студии Натальи Бабушкина. На главную елку страны сургутские дети отправились на праздник в Кремль. Накрыли наркопритон, сургутские полицейские задержали 6 человек. Музей природы и человека из деревни Рускинской готовится к переезду. В следующем году у хранилища будет новое здание. 16 заседаний, почти 150 решений. Дума сургутского района подвела итоги уходящего года. Одним из основных достижений председатель парламента Валерий Деменков считает сокращение расходной части районного бюджета. Для сравнения, в 2012 году доход казны составлял более 9 миллиардов рублей, а расходы были равны 10 миллиардам. Дефицит составил более 1 миллиарда. В главном финансовом документе на 2013 год эти показатели удалось снизить. Большую часть бюджетных средств 65% направят на социальные нужды. В 2013 году у нас планируется доходная часть в пределах 8,5 миллиарда, но чуть побольше. А расходная часть у нас планируется 8,7 миллиарда. Это дефицит где-то 202 миллиона. У нас был на порядок больше разбег, на 2013 год мы запланировали меньше. Основная масса расходов пойдет на образование, здравоохранение, физкультуру, спорт. Сургутяне жалуются на качество работы сотовых телефонов. В отделе защиты прав потребителей подвели итоги работы за год. Как отмечают в ведомстве, за 12 месяцев к ним поступило более 5000 обращений. Большинство касаются приобретения некачественных товаров. В лидерах рейтинга – мобильные телефоны. По словам начальника отдела Михаила Яцика, многие проблемы возникают из-за правовой неграмотности сургутян. Ошибки потребителей – это то, что они не зафиксируют свои требования письменно. Например, они обращаются, возьмем тот же сотовый телефон, обращаются к продавцу. С требованием, к примеру, заменить данный аппарат в устной форме. Продавец забирает, производит гарантийный ремонт, возвращает. Требования не зафиксированы. Потом сложно что-либо доказать, что покупатель именно требовал замены. Полицейские сургутского района отмечают снижение показателей практически по всем преступлениям за 11 месяцев уходящего года. Их стало меньше почти на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 4% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Увеличилась раскрываемость. Больше всего у нас зарегистрировано, конечно, это имущественный блок преступления, имущественного характера. Это кражи. Больная тема для сургутского района это кражи с месторождений, нефтяного оборудования. В текущем году также имеется снижение по зарегистрированным грабежам на 13,3%. На 37,5% меньше зарегистрировано разбойных нападений. Снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 187, преступлений за 65. Оперативники сургута закрыли еще один наркопритон. На этот раз производство дизаморфина наладили в одной из квартир по улице Островского. С подробностями Александр Сердюков. На этих кадрах оперативной съемки сам организатор притона. При обыске оперативники обнаружили у него шприц с дизаморфином. Все обвинения он, естественно, отрицает. Какие сотрудники вы? Беспредельщики! В квартире, кроме того, находились еще шесть человек. Двое из них уже привлекались к административной ответственности. Производство дизаморфина молодые люди организовали в кухне. Во-первых, жители домов и квартир, наверное, сами знают, кто из соседей употребляет внешне хотя бы наркотические средства. Если из квартиры идет неприятный кислый запах, что вызывает, естественно, вплоть до кашля, вплоть до дыма из квартиры. И даже при таких явных признаках сургутяне не спешат сообщать о соседях-наркоманах. Боятся. Оперативникам чаще приходится самим выявлять места производства зелья. Ситуация в городе остается достаточно сложной. Есть еще над чем работать, есть над чем, как бы, думать и предпринимать меры в связи с большим потоком наркотических средств, направленным именно в город. По словам полицейских, сегодня популярными и самыми дешевыми с точки зрения производства все так же остаются синтетические наркотики. Всего с начала этого года выявили около 500 преступлений, связанных с незаконным оборотом зелья. Для сравнения, в 2011-м их было на четверть меньше. Александр Сердюков, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. Сотрудники МЧС начали работу в усиленном режиме. Это связано с приближением новогодних и рождественских праздников. Именно этот период специалисты считают наиболее пожароопасным. Каждый день к работе будут приступать порядка 160 человек. Также к суточному дежурству привлечен весь офицерский состав гарнизонов. Кроме усиления дежурных смен, которые работают в суточном режиме, руководство всех подразделений также переведено на суточное нанесение службы. И каждый в своем районе выезда части готов, как говорится, хоть пешим порядком, хоть на автомобиле, хоть на служебном, хоть на пожарном проводить объезды. С начала года в Сургуте произошло почти 600 пожаров. Треть из них возгорание в дачных кооперативах. Шесть человек погибли в огне и еще девять пострадали. В Сургуте объявили победителей школьников, которые участвовали в конкурсе высоких достижений в учебе, творчестве, спорте и социально значимой деятельности. Из 130 заявленных особо отметили 60 талантливых ребят. Всех их глава города Дмитрий Попов поздравил лично. Грамоту подкрепили денежным вознаграждением. Юный исследователь Вадим Ротов решил потратить свою премию на гитару. Но науку десятиклассник все-таки любит больше, чем музыку. Не принадлежит, скажем так, пока большого масштаба, но активно развивающиеся научные исследования по программному обеспечению российских школ. И пусть оно не носит оригинального исследования, но его огромное пригодное значение оценили как педагоги в гимназии, так и бытовыми небоумными. На главную елку страны 27 одаренных детей вылетели из Сургутского аэропорта на праздничный утренник в Кремль. Кроме сургутян в составе группы ребята из Нефтьюганска и Нижневартовска. В целом из Хантамансийского округа Новый год в Москве будут отмечать 80 юных талантов. Лена Мурталова ученица колледжа русской культуры имени Знаменского. На уроках практически всегда получает самые высокие оценки. Дополнительно учится игре на скрипке и очень успешно. Лена победила на конкурсе у себя в колледже. Это позволило ей поехать на творческие соревнования в Магнитогорск. Там Лене тоже сопутствовала удача. О том, что приглашена на новогоднюю ёлку в Кремль, узнала еще осенью. А что ждешь от ёлки в Москве? Подарков. А в Москве уже была? Да. Кого хочешь встретить на ёлке? Мечера. Среди сургутян, кроме учеников колледжа, четверо детей из детского дома на Калинке. Самому старшему 13 лет, самому маленькому 7. Остальные примерно такого же возраста. На четверых малышей приходится один сопровождающий. Это требование приглашающей стороны управления делами президента. Деньги на путешествие выделило правительство округа по программе «Дети Югры» для того, чтобы поощрить юные таланты. Я никогда не была в Москве. Моя мечта была полететь в Москву, но вот она осуществилась. В аэропорту ребят встретят кураторы от управления делами президента. 25-го дети пойдут на мюзикл «Остров сокровищ» в концертный зал Измайлова. 26-го – главное событие «Елка в Кремле». А 27-го – экскурсия в музей «Государев двор» и «Возвращение домой». Елена Саган, Галина Кокоткина, Гамзат Магомедов. Сургут Интерновости. В детской школе искусств номер один состоялся концерт «Новогодняя сказка». Воспитанники музыкальных школ демонстрировали то, чему они научились за прошедший год. Их успехи оценила и наша съемочная группа. Учащиеся школ искусств города в возрасте от 9 до 15 лет выступали в самых разных классах. Бандура, вокал, фортепиано, балалайка. К сегодняшнему концерту ребята готовились долго и основательно. Ведь их задача не только хорошо выступить, но и показать, насколько они продвинулись вперед, чему научились. «Новогодний концерт, новогодняя сказка. Дети показывают свои таланты. Там и символисты выступают, и бандуристы. Они хотят показать родителям, насколько они выросли за этих полгода, что они себя представляют за этих полгода. Вот такое поздравление». Для участников концерта Дианы и Ильи выступать на сцене привычное дело. Ребята занимаются в детской школе искусств не первый год и уже не раз показывали свои номера на разных мероприятиях. Выступление, которое они подготовили сегодня, было тщательно отрепетировано и отработано. «Мы будем играть зимний лес произведения. Мы долго репетировали, играли. Мы готовились на конкурс. Готовились где-то месяц. Сегодняшнее мероприятие для нас отчетное, и мы покажем, на чему мы научились за этот год». Зрители ожидало немало сюрпризов. Учащиеся успешно демонстрировали игру на таких редких инструментах, как цимбала и бандура. «Пришли послушать, как говорится, после конца света культурную программу. Тут решил послушать детей, как они поют, как играют». «Что за инструмент сегодня вы играете? Хотели бы посмотреть?» «В целом хотели бы смотреть концерты». «Мы хотели посмотреть, как дети готовились к концерту. Я бы хотела увидеть, как дети играют на фортепиане». Благодаря стараниям педагогов и прилежанию ребят, каждый номер отличался яркостью и оточенностью исполнения. Новогодняя сказка закончилась, но учащихся ждут новые занятия и репетиции, а зрители запоминающиеся номера в наступающем Новом году. Елизавета Саянко, Екатерина Мельниченко, Гамзак Магомедов, Сургут. Интерновости. «Золушка на Новый год» – праздничную сказку для малышей из Сургутского района исполнили актеры городского музыкально-драматического театра. Все гости торжества получили подарки. Закончился праздник детским дефиле в карнавальных костюмах. Вот уже 12-й раз для юных жителей района проводится елка главы. От имени Дмитрия Макущенко детей поздравил его заместитель Владимир Феденков. Сегодняшнее праздничное мероприятие действительно охватило максимальное количество людей во всех поселения Сургутского района. Почетами, грамотами, благодарностями, письменными подарками были отдельно выделены одаренные дети Сургутского района. 12 детей. Русскинской музей природы и человека готовится к переезду в новое здание. Культурное учреждение называют главной достопримечательностью деревни. Музей внесен во Всероссийскую книгу почета. Хранилище насчитывает более 4000 экспонатов и регулярно пополняется. На экскурсии побывала Екатерина Любешева. В тесноте да не в обиде. Несмотря на скромность в музейной площади, здесь умещаются настоящие сказочные композиции. Тут и битый небитого везет. И ворона с кусочком сыра, случайно угостившая лисицу. Вот-вот зарычат три медведя. А вот и Белича свадьба. Сделать экспонат живым, будто зверь застыл в движении, необычайно сложно, отмечает автор. Но очень интересно. Надо обязательно делать какую-то композицию, чтобы как в природе, вот волк на кого-то, чтобы он нападал, кого-то преследовал. Значит, рысь, вот видите, сделана, что она на оленя набрасывается. Так интереснее смотреть и людям, и самому. Музей появился благодаря энтузиазму автора меховых экспонатов Александру Ядрошникову 24 года назад. На сегодняшний день здесь собрались практически все пушистые лесные обитатели. Не только Сургутского района, но и всей Тюменской области. За каждым экспонатом своя трагическая история. В основном звери, которые попадают под машины, в рыболовные сетки, больные звери. И получается, кто-то кому-то мешает, надо этого зверя, значит, убрать. В этнографическом зале представлены элементы быта и гардероба тромаганских ханты. По нескольким элементам одежды можно проследить, на что способна современная женщина ханты ради моды. Вставок с национальным орнаментом в шубе стало больше. Контрастные цвета сшиваются между собой тончайшей ниткой, сделанной из сухожилий. Одну такую эксклюзивную вещь можно создавать и расшивать в течение года. Ханты вообще украшают все, что их окружает, подручными материалами. Такова их традиция. Еще одна традиция – поклонение медведю. Обряд проводят в том числе в Русскинском музее природы и человека. Обряд очень интересный. Здесь накрывают столик, здесь угощают медведя. Мужчина разговаривает очень долгое время с щеной головой. Женщина сытка правого стола, танцует ритуальный танец. И как время от времени житель подходит, целует только нос медведя. Когда решается важный вопрос, начинают принимать нарты. Если медведь соглашается с их решением, то нарты становятся легкими. Хранилище истории оценили не только российские туристы. Ежемесячно музей посещают 20-30 иностранцев. И их количество с каждым годом растет. При поддержке муниципалитета в следующем году музей переедет в новое, большое здание. Там очень светло, просторно. Каждая композиция, ведь надо же определенное место. И вот они будут все в композициях. Екатерина Любешева, Константин Алиев, Сургут, Интерновости. В торговом центре Ярославна открылась ювелирная выставка «Мир самоцветов». На ней можно приобрести оригинальные подарки к предстоящим праздникам. Украшения, сувениры, аксессуары. Выставка будет работать до 29 декабря. Украшения для себя и своих любимых. Компания «Мир самоцветов» гордится тем, что может предложить горожанам изделия с натуральными камнями на любой вкус и цвет. При выборе подарка женщине можно сделать акцент на украшения из серебра. Оригинальным презентом станет гранатовый браслет, как символ вечной любви и верности. Подчеркнуть индивидуальность избранницы можно с помощью авторских изделий омских и московских мастеров. Например, колье-букет, выполненное из высококачественного бисера с вкраплениями жемчуга и хризолита. Фактически это все делается в единственном экземпляре. И любая модница, одев такое, больше уже ни на ком другом не увидит. Чтобы удивить стильную особу, для подарка можно выбрать крупные камни в натуральной коже. Новинку в мире ювелирной моды запатентовал минский мастер. Особо ценный экземпляр в кожаной оправе – астафилит. Камень добывают только на Кольском полуострове. Уникальных минералов на выставке не менее 10 видов. Наши выставки представлены всеми любимые топазы, аметисты, хризолиты. А также представлены очень уникальные редкие камни, которым, допустим, сибирцитом 75 миллионов лет – это очень редкая минеральная порода. Также, например, раук, цитрин, где сочетание цитрины и рауктопаза прорастали вместе. Дамы, желающие усилить свои женские чары, могут приобрести для себя чараиты. Камни добываются только в Иркутской области. Есть и другие довольно редкие минералы. Это рутиловый кварц, или волос сувенера его называют. Это камень, самый мощный, талисман любви. Есть чем порадовать и мужчин. Для сильного пола представлен ассортимент запонок и мужских перстней. Также в грядущий год змеи актуальным подарком будут изделия из змеевика – сувениры для дома и офиса. Новинка – новогодние свечи с предсказаниями. Выставка работает с 9 утра до 10 вечера до 29 декабря. Торговый центр Ярославна, второй этаж. Екатерина Любешева, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. На этом у нас всё. Спасибо за внимание. До встречи. Доктор Бужинаев обучался медицине с 5-летнего возраста. Сегодня высококлассный специалист проводит точное диагностирование и безоперационное лечение межпозвонковых грыж. 7 лет работы Александра Бужинаева в Сургуте показали. Все пациенты прошли курс лечения исключительно с положительными результатами. Телефон центра 90 11 88. Море хорошего настроения вам подарит аквакомплекс «Филинг». Большой бассейн, водные горки, гидромассаж, гейзеры, игровой зал. Только в аквакомплексе «Филинг». Подарите детям радость. С 25 по 29 декабря выставка «Мир самоцветов». Тр. Ярославна. Второй этаж. С 10 до 20 часов. Сервисный центр «Картридж». Заправка картриджей. Ремонт принтеров. Консультация при выборе оргтехники. Продажа. Ремонт и настройка компьютеров. Поставка расходных материалов. В салоне кожи и меха «Солени Коллизионе» новогодняя распродажа. Скидки до 80%. Теперь дубленки от 10 тысяч рублей. В «Солени Коллизионе» торговый центр «Новый мир» и торгово-развлекательный центр «Вершина». Новый год пришел в Техноцентр. 24 ноября по 24 декабря. Купи телевизор Samsung Smart TV и получи Blu-ray-плеер. 3D-очки, а также диспустители. Подарок. Техноцентр. Территория новогодних подарков. Долгожданное открытие. Торгово-развлекательный центр «Союз». 21 декабря в 14 часов. Три этажа шоппинга в центре города. Супермаркет «Спар». Бытовая техника «Эльдорадо». Кинотеатр, фудкорт, детская зона развлечений. Приходи в «Союз», совершай покупки и получай подарки. Автомобиль «Киосит». Поездка в Таиланд. Бытовая техника «Эльдорадо» и другие призы. 21 декабря в 14 часов. Торгово-развлекательный центр «Союз». Косметология и пластическая хирургия. Лазерное омоложение. Устранение возрастных изменений лица. Коллекция «Эльдорадо». Лазерная эпиляция. Диамет. Проспект Ленина, 16. Телефон 23, 55, 82. Праздничные скидки от 30 до 50%. Сеть салонов «Китрой» и «Ренз Ринайди». Альфред Мюллер и Грек Херман. Купить новую дубленку во Флориде – это выгоднее, чем кажется. Новые ультрамодные коллекции мужских и женских дубленок. Цены весьма приятные. А предновогодние скидки грандиозные. Салон «Флорида» по улице Ленина, 16. Подрастаешь понемножку? Заходи к нам в капитошку. Здесь играют и поют. Дружно, весело живут. И ребенок каждый знает. Здесь в обиду не дадут. Стополь, шиншилла и морка. Непревзойденные шубы. Изысканные жилеты. Роскошный мех. Элегантный шик. Скидка до 50%. Салон «Браски». Торговый дом «Скандинавия Лакшери». Улица Университетская, 3. Телефон 4,5-81. Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок. Как раньше. Только мясо. Монгольская тушенка. Только мясо. Натуральный продукт. И о погоде на 26 декабря. В студии Карина Навальниева. Здравствуйте. В предстоящую ночь по среднему приобью пройдет теплый атмосферный фронт, отметившись облачностью и небольшим снегопадом. Днем регион окажется в относительно теплом секторе Атлантического циклона, в связи с чем вероятность осадков сократится до минимума, а температура начнет повышаться. Ночью в Сыргуте и окрестностях облачно возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха минус 23, минус 28. Утром с неустойчивыми прояснениями осадки маловероятны. На сольких аттенометров около 24 градусов морозом. Днем переменная облачность без существенных осадков. Направление ветра юго-западное 4,9 метра в секунду. Температура 18,23, ниже 0. В течение дня солнечная активность умеренная, геомогритный фон спокойный. Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба. Фабрика комфорта. Модернизированное производство по изготовлению мебели в Сургуте, оснащенное самым современным оборудованием. Объемы заказов увеличились, а сроки исполнения снизились при неизменно высоком качестве. Лучшие образцы, кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различная корпусная мебель, в выставочных залах торговых центров, галереи интерьера, в магаз и в ваших домах. Фабрика комфорта. Новые технологии производства, мастерство, безупречный сервис и, пожалуй, лучшее сочетание цены и качества. Большая новогодняя распродажа обуви торговой марки Викера Антистресс. Единственный официальный представитель в Сургуте находится в гипермаркете «Богатырь». Я желаю вам всего доброго, будьте здоровы, до свидания.